10 самых больших пустынь в мире которые поражают гигантскими размерами пустыни это природные зоны где равнина занимает всю или почти всю территорию фауна является специфической а флора может отсутствовать наличие под ногами песка и высокие температуры не обязательные условия пустыни бывают не только песчаными но и ледяными каменистыми глинистыми и солончаковыми привет меня зовут евгений это проект популярная география на канале вселенная beautiful world самая большая пустыня в мире это антарктическая расположена она в антарктиде средняя температура зимой около минус 65 градусов по цельсию летом около минус 40 градусов по цельсию самая большая по площади пустыня антарктическая ее площадь составляет 13,8 миллионов квадратных километров это все равно что объединить территорию канады и индии еще это самое красивое безжизненное место на земле и холодно именно здесь в 2018 году была зафиксирована самая рекордная низкая температура минус 98 градусов по цельсию выжить в пустыне характеризующиеся суровым климатом могут единицы поэтому самая большая пустыня в мире отличается бедной флорой и фауной растительность представлена лишайниками мхами и водорослями здесь среди животных обитают некоторые насекомые птицы а в водах водятся киты кошелоты косатки и ластоногие сахара самая большая пустыня африки расположена она в алжире египте ливии мавритании мали марокко нигер судан тунис чад и западной сахаре площадь ее составляет 9,4 миллиона квадратных километров средняя температура зимой около плюс 13 градусов по цельсию летом около плюс 37 градусов по цельсию самая большая пустыня материка может сравниться по площади соединенными штатами америки и она продолжает увеличиваться согласно прогнозам 2040 пересохнет озеро чад и наступление сахара уже ничто не будет удерживать так было не всегда в древности пустыня сахара являлась регионом с умеренно влажным климатом изменение орбиты земли и уменьшение полярных ледяных щитов вызвали чередование периодов дождей и засух и постепенно регион стал таким каким мы его знаем изменение климата продолжается за последние 42 года в сахаре пятый раз выпал снег флора и фауна сахара представляет удивительный мир который не так однообразен как нам кажется правда поселение людей формируются лишь в оазисах и в пустыне проживает два с половиной миллиона человек что примерно в пять раз меньше чем в москве аравийская пустыня родина бедуинов расположена она на аравийском полуострове площадь ее составляет 2,3 миллиона квадратных километров средняя температура зимой около плюс 10 летом около плюс 45 градусов по цельсию если опираться на зарубежных ученых на третьем месте среди самых больших пустынь мира находится аравийская пустыня так за пределами россии называют комплекс пустынных регионов которые расположены на аравийском полуострове и по площади сопоставимы с алжиром любопытно что в россии аравийской пустыне называют северо-восточную часть сахары которая занимает примерно четверть египта тогда ее площадь немного меньше 222 тысячи квадратных километров что сравнимо например в великобритании аравийский полуостров считается родиной бедуинов примерно 300 тысяч лет назад здесь ходили стада слонов и других животных жили люди а сама территория утопала в зелени настоящее время из-за экстремальных перепадов температур флора и фауна весьма скудны днем в пустыне может быть от плюс 56 градусов по цельсию а ночью до минус 12 гоби путь в шамбалу расположена эта пустыня в монголии и китае площадь ее составляет одну целую три десятых миллионов квадратных километров средняя температура зимой около минус 24 градусов по цельсию летом около плюс 17 пустыня гоби чуть меньше перу по площади колебания температур в регионе тоже экстремальные от минус 40 зимой до плюс 40 градусов по цельсию летом песков не так много а большую часть ландшафта составляет глина и камни обитают сайгаки верблюды газели волки в горах встречается гобийский медведь согласно легенде именно в гоби находится вход в мистическую страну шамбалу где находится источник дающий жизнь всему живому в монголии проводятся туры к монастырю хамарин хит откуда якобы начинается дорога в шамбалу вот только найти таинственный вход до сих пор никому не удалось сирийская пустыня важный транспортный узел расположена она в сирии и ордании ираке саудовской аравии площадь ее 1 миллион квадратных километров средняя температура зимой плюс 7 градусов по цельсию летом около плюс 30 градусов по цельсию сирийская пустыня площадь которой сопоставима с египтом представляет собой скорее степь с песчаными участками пустыня покрыта примерно две трети территории сирии регион с древности связывал средиземноморье с месопотамией только в наши дни караваны верблюдов стали редкостью а по территории пустыни проложены скоростные автотрассы калахари место где поют пески расположена в ботсване юаре и намибии площадь ее 900 тысяч квадратных километров средняя температура зимой около плюс 12 градусов по цельсию летом около 30 пустыня занимает примерно такую же территорию что и венесуэла благодаря оазису в дельте реки о каванга в калахаре обитают гиппопотамы слоны и зебры львы и жирафы и другие представители фауны основной тип ландшафта пустынная степь а так как в местных песках присутствуют окиси железа их цвет преимущественно оранжево-красный кстати именно в калахаре встречаются поющие пески согласно легенде это голоса злых духов заточенных под землей есть и научная версия синхронное движение песчинок одинаковой формы образуют поверхность похожую на мембрану громкоговорителя большая пустыня виктория самая большая пустыня австралии расположена как вы понимаете в австралии площадь ее 424 тысячи 400 квадратных километров средняя температура зимой около плюс 20 градусов по цельсию летом около 40 не забывайте что европейское и североамериканское лето в австралии это зима песчано-солончаковая пустыня чуть меньше ирака но больше япония по площади в честь королеву виктории ее назвал британский исследователь эрнест джейлс который первым из европейцев пересек пустыню в 1875 году регион населяют австралийские аборигены но больше ее площади является одним из биосферных заповедников австралии растительный мир представляет в основном заросли эвкалиптов и низкорослые акации среди животных обитают в том числе и млекопитающие например собака динго кару пустыня с цветами расположена она в юар и намибии площадь 395 тысяч квадратных километров средняя температура зимой около плюс 20 градусов по цельсию летом около 13 градусов по пустыня кару занимает треть юар и захватывает намибию по величине она превосходит сирию примерно в два раза на востоке кару гараничит скалахари на северо-западе упирается в плата намибии которые переходят в пустыню намиб интересно что на востоке преобладает средиземноморский климат но на территорию пустыне влага почти не попадает этому мешают капские горы в период дождей в кару цветут ирисы аморалисы и лилии большая песчаная пустыня самая жаркая пустыня австралии да да мы снова в австралии в австралии две пустыни площадь ее составляет триста шестьдесят тысяч квадратных километров средняя температура зимой около плюс 18 градусов по цельсию летом около 40 на северо-западе австралии находится не только одна из самых больших пустынь на земле но и самый жаркий регион материка с декабря по февраль когда в австралии лето температура здесь составляет до плюс тридцати пяти градусов по цельсию предполагается что в недрах могут содержаться полезные ископаемые но людей это не привлекает и поселений крайне мало большую часть ландшафта составляют красные дюны местами пересеченные оврагами в которых протекают сезонные ручьи на этом все оставляйте комментарии ставьте лайки подписывайтесь на канал кто еще не подписан а я вам говорю до новой встречи на проекте популярная география всем пока м м Субтитры создавал DimaTorzok